Девушки отдыхают Цитата Девушки отдыхают Цитата Девушки отдыхают Цитата Девушки отдыхают Время между желанием и его исполнением. И, наконец, газета «Выборча» закрывает рейтинг предположением 2014-й станет еще и годом борьбы за частную жизнь. В том смысле, что пора бы нам всем перестать предоставлять свои данные крупным корпорациям и государству даром, подводит неожиданный итог польское издание. Постновогодние ощущения пытаются поддерживать американское издание «Атлантик», предлагая ритуальный религиозный взгляд на, казалось бы, совершенно обыденные и привычные нам всем церемониалы. Давать обещания в Новый год и закреплять их изрядной долей выпивки. Магическая сила волшебства, на которой мы все уповаем, прося об исполнении наших желаний, есть не что иное, как проникновение культовых религиозных обрядов в массовую поп-культуру, уверен автор материала. Цитата. Несмотря на то, что новогодние традиции не кажутся нам чем-то относящимся к религии, многие из них следуют законам, которым подчиняются религиозные ритуалы. Праздник, как время, когда можно начать все сначала и стать лучше, тема многих вероисповеданий и культур на протяжении всей человеческой истории. Мы надеваем блестящие наряды, пьем шампанское и обещаем, что в Новом году мы обязательно начнем ходить в спортзал. Это может выглядеть глупо, но все это на самом деле имеет много общего с религиозными ритуалами, говорится в материале. Ну и чтобы не быть голословным, издания приводят аналогии. Индийский фестиваль Дивали, христианские карнавалы Масленицы, иудейский Рош-Хашан. Все эти действия сопровождаются красочными феериями и насыщены культовым содержанием. Ну а некоторые ритуалы еще и алкоголем или даже психотропными стимуляторами вполне оптимистично завершают материал издания. Издание Real Clear Science предлагает другой, более позитивный, или точнее сказать забавный рейтинг 2013 года. Научный мусор, худшее из худшего. Журналисты вспомнили главные научные истории года, которые внушали благоговение, повлияли на многих и заставили пересмотреть границы возможного. Итак, готовьтесь, будет немало гадостей, предупреждают авторы. На 10-м, последнем месте в рейтинге, вакцина, которая может сделать человека гомосексуалистом. В марте прошлого года 70-летний итальянский ученый Джан Пауло Ванолли сделал нелепое заявление «Вакцины вызывают гомосексуализм». На 9-м месте оказался журнал Time, на обложке которого 1 апреля появился хлесткий заголовок «Как вылечиться от рака?» Метод у журнала оказался простым – относиться к болезни так, будто это крупнобюджетный голливудский блокбастер. Далее в рейтинге утверждение ученых, что куриные крылышки уменьшают размер детского полового органа. И вот лидеры рейтинга нелепых заявлений, связанных с наукой. Йети существует как сохранившийся гоминид и является прямым потомком современных людей по материнской линии. Это предположение ученого Джона Тиммера было сразу же опровергнуто. На 2-м месте – возвращение холодного ядерного синтеза. И, наконец, на 1-м месте рейтинга – ужасные документальные фильмы о природе. В этом году история номер один из научной помойки написана коллективно и принадлежит она каналам Animal Planet и Discovery, выпустившим, пожалуй, самые худшие и определенно самые дезинформирующие документальные фильмы о природе из числа тех, что мы можем упомнить.